Плавание в Ненецком округе – самый массовый и самый востребованный вид спорта. Первенство по плаванию – это традиционные февральские соревнования. Количество участников приближается к трём сотням человек, поэтому проводят их в три дня. Юные спортсменки Дарья и Ксения Макиенко пришли на соревнования пораньше, чтобы успеть размяться. Сёстры занимаются этим видом спорта с пяти лет. Говорят, что самое сложное – сконцентрироваться перед заплывом, а во время него думать о технике и исполнении стиля плавания. Сконцентрироваться – это привести мысли в порядок и собраться. Потому что постоянно трясучка перед любыми соревнованиями, неважно какого они масштаба, всё время трясёт и невозможно собраться. У Александры Милицы в спортивной копилке 32 медали. Это её достижение за 8 лет занятий плаванием. Но, несмотря на такой внушительный спортивный стаж, стартовать на соревнованиях с олимпийским спокойствием не получается. Это очень сложно. Мне некоторые друзья говорят, что ты спокойненько плывёшь, это так кажется, что ты очень красиво плывёшь, размеренно. На самом деле ты там задыхаешься, тебе хочется быстрее доплыть, и не уверен, доплывёшь, будет хороший результат или нет. Юные спортсмены на соревнованиях показали своё мастерство в таких видах, как бутерфляй, брас, спина и вольный стиль. Также в программу включён комплекс, когда спортсмен плывёт четырьмя видами плавания. Ильгиз Сибагатулин в плавании уже 8 лет. Результаты у юноши впечатляющие. Так на этих соревнованиях в своей возрастной группе он стал победителем в стометровках бутерфляем, брасом и комплексным плаванием. Ильгиз мечтает, что когда-нибудь выступит на Олимпиаде. Я, наверное, пойду дальше развиваться по плаванию в спортивную школу, наверное. И оттуда там. Если будут хорошие результаты, то поеду, может. Тренером хочешь стать, да? Да. Ну, как мечта, поехать на Олимпиаду. По словам тренеров, воспитанники Норда действительно проходят отличную подготовку в бассейне. Многие продолжают заниматься и выступать уже за институтские команды. Единственное «но» – бассейн Норда слишком мал, чтобы принять всех желающих. Когда дети у нас бывают, очень много детей переезжает. И маленьких детей в другие бассейны забирают с руками, с ногами. Дети готовы. До определенного уровня, где-то, наверное, лет до 10, они все конкурентоспособны, при том очень хорошо. После 10 лет у нас идет западение, потому что у нас просто не хватает для них воды. Три соревновательных дня прошли в спортивном напряжении. В итоге в младшей возрастной группе больше всего золотых медалей у Ивана Кожевина и Арины Шараповой. Среди старших спортсменов, чаще других, на пьедестал победы вызывали Ильгиза Себогатулина, Артема Кожевина, Злату Рубакову и Александру Головину. Все победители и призеры получили грамоты, медали и сладкие призы от Дворца спорта «Норд». Ольга Руслова, Вадим Носкин, Телеканал «Север». Продолжение следует...